В состав экспертной комиссии входят представители администрации района управления по образованию санитарных служб МЧС. На комплексную проверку дается час. За это время специалисты должны дать заключение. Готовы ли школы принять учеников 1 сентября? О проделанной работе и готовности 13-й школы ее директор Анна Волынец рассказывает уверенно. В стенах учебного заведения школьников ждут светлые классы, отремонтированные коридоры, новая мебель и оборудование. Хорошие результаты стали возможными благодаря совместной, слаженной работе педагогов, родителей и спонсоров, которые приняли участие в подготовке учреждения к новому учебному году. За этот год мы заработали 69 тысяч небюджетных денег. Это больше на 16 тысяч, чем в прошлом году, из которых 20 тысяч – это помощь наших родителей, членов попечительского совета. Ежегодно мы планируем наши ремонты в сентябре месяце. Всегда отчитываемся перед родителями с председателем попечительского совета по деньгам, которые мы потратили. И сразу планируем, что мы будем делать на следующий учебный год. Немало усилий было направлено на обустройство пищеблока. И не случайно особое внимание в подготовке заведений к новому учебному году сделано на организацию питания. В этом году было закуплено 56 единиц торгово-технологического оборудования, 14 холодильников мы купили, 14 плит. Все предписания Центра гигиены и эпидемиологии, которые существовали у нас в прошлом, позапрошлого года, в этом году были выполнены в полном объеме. Вообще следует отметить, что за последние пять лет с темой образования Ленинского района 90% торгово-технологического холодильного оборудования, оборудование для прачечных дошкольных учреждений образования было заменено на современное, энергоемкое. Поварами мы, кстати, тоже укомплектованы 100%. И тоже нашей особенностью является, что впервые за последние шесть лет мы 100% укомплектовали все пищеблоки учреждений общего среднего образования и дошкольного образования поварами. Соблюдение требований безопасного питания, пожарной безопасности и охраны труда, благоустройства территории, состояние спортивных залов, площадок, учебных кабинетов и пищеблоков – это основные критерии для организации образовательного процесса. Но не менее важным остается вопрос укомплектованности педагогическими кадрами. К первому сентября на учительский пост заступят 75 молодых специалистов. Вероника Ашманева – одна из них. По распределению девушка попала в 20-ю школу. Школа очень престижная, очень красивая. Меня очень порадовал участок. Именно вот, конечно, просторный, красивый класс. Современное оборудование все очень радует и настраивает на работу. Особенностью этого года является то, что все молодые специалисты, пришедшие к нам, были закреплены в Ленинском районе именно по специальности. Потому что предыдущие годы крайне сложно было устроить молодых специалистов по профилю белорусской филологии, истории, биологии. В этом году мы закрепили как раз-то всех по специальности. Обычно они шли воспитателями в систему дошкольного образования. К слову, в средней школе номер 20 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева также выполнен немалый объем работ. Приятное впечатление создает как территория вокруг школы, так и внутри. Запах свежей краски еще витает в помещение, а новая мебель ждет учеников. Все кабинеты, все залы, все холлы, все хотят встретить учеников. Нам очень помогли наши шефы. Завод газовой аппаратуры на ремонт технических мастерских выделил 16 тысяч рублей. Завод Белалка установил нам турникеты, тоже выделив на эти цели средства. Республиканская федерация футбола сделала нам замечательный подарок к тысячелетию Бреста, конкретно 20-й школе, новую спортивную площадку. В целом мы потратили на подготовку к школе около 100 тысяч вне бюджетных рублей. В Ленинском районе Бреста работает 51 учреждение образования. Официальная приемка стартовала 5 августа и уже завершится на этой неделе. В ходе проверок в некоторых заведениях комиссии были отмечены некоторые пробелы, которые будут устранены в ближайшие дни. Все паспорта готовности должны быть подписаны 20 августа. Недостатки, которые выявляются, прежде всего связаны с наведением надлежащего порядка, скажем так. Где-то устранить затеки небольшие на стенах, где-то подшлифовать, может быть, парты, мебель учебную, заусеницы мелкие. То есть мы смотрим самые мелкие вопросы и даем рекомендации по устранению таких проблем.